Сегодня мы в гостях у человека, который юрист, тесно связан с международным правом. Представьтесь, как вас зовут? Меня звать Олесь Михалевич, я сам из Беларуси, теперь в основном работаю в Литве и в Чехии. И когда-то я был общественным деятелем, белорусским политиком, и после выборов 2010 года попал в тюрьму, как очень многие кто-то, в Беларуси. А после, естественным образом, поехал в эмиграцию, и меня Беларусь подала в Интерпол, у меня был экстрадиционный процесс в Чехии. То есть я фактически на себе прошел всю дорогу человека, которого подают в розыск, после которого надо сняться с этого розыска, которого разыскивают, задерживают в разных аэропортах и так далее. Так начался фактически мой переход из хозяйственного права и права в области трудового права, которыми я занимался раньше, в область международного права и международного права, связанного с уголовным сотрудничеством, с криминальным сотрудничеством разных стран. И вот так я начал этим заниматься. Сначала консультировал людей, просто знакомых и так далее. После понял, что те знания, которые я приобрел, а естественно я много читал в этой области и встречался с серьезными людьми, которые этими, с сотрудниками национальных бюро Интерпола, сотрудниками полиции, международных отделов прокуратуры, министерства юстиции и так далее. Ну и в какой-то момент понял, что это то, что в принципе меня очень сильно заинтересовало и на чем, собственно говоря, можно в том числе и зарабатывать деньги. И постепенно в сотрудничестве с другими юристами, адвокатами с разных стран мы сделали фактически такое предложение, частично по снятию с базы Интерпола. И вторая часть работы, которой мы занимаемся, это экстрадиционные процессы в странах Европейского Союза. Продолжение следует...